Дорогой продукт нельзя глушить Будет плохо заснято Жести, хардкора, мяса, крови Долбаные обманщики Ядовой сезон Ярославля Мы врываемся со своими мнениями по поводу основных блюд Вы слышали бизнес-ланчи? Не знаю, может и слышали от меня завтраки, халявную блогерскую еду Но за то, что мы сами вместе отдадим свои деньги Мы будем спрашивать Наталья Гоголева И она ресторанный эксперт, которая прошла обучение не абы где, а где А где, а очень много где И поэтому мы объединяем свои силы, чтобы рассказать людям про ресторанный бизнес Ярославля Ну что, сегодня у нас русского охота, сказала Наталья Охотится? Подожди Охотиться будем? Будем На медведя, на лося Древнейший ресторан «Русская охота» очень много лет не была Как здесь что, давайте узнаем Ася, погнали быстрее, а то джингл-белсы будут! Мы сегодня начинаем этот проект Да Причем она сказала, это, кстати, Наталья Гоголева, ресторанный эксперт у нас в городе Ярославле Что хочет жести, хардкора, мяса, крови Ну и поэтому мы, кстати, в русской охоте Мясо медведя нам подойдет, товарищи, если оно здесь имеется Вообще говорят, что ресторан славится тем, что здесь особый контингент Здесь собираются охотники, они здесь, наверное, хранят свою продукцию И подчуют нас лосятиной, медвежатиной Но это было давно, в 6 лет назад А что сейчас, мы с вами узнаем Ну что ж, не переключайтесь И не переживайте Ни один человек из правительства Ярославской области при заказе медвежатиной не пострадал Дань, ты знаешь, у меня есть рубрика «Толчки» Как ты к ней относишься? Толкать кого-то? Это значит, надо сразу же, как только ты пришел, проверить туалет Да, и что там делается вообще? Потому что туалет для меня... А вдруг там любовью делают? Туалет — это лицо, заведение Пойдемте смотреть быстрее толчки В общем, товарищи, что мы здесь смотрим? Что мы здесь смотрим обычно? Мне важно, чтобы мусорка была закрытая Ну, сами понимаете, почему Потому что, чтобы не видеть все это содержимое Ну, тут такая она простенькая Подожди, подожди, а я вот тебе сразу скажу Вот эта мусорка, на мой взгляд Вот если ты взяла бумажка, высморкался Ну, предположим, чтобы совсем-то не этот Высморкался, и тебе нужно вот ее туда сделать И ты вот соплюшки вот здесь доставил И следующий, кто тоже туда Ему же надо толкнуть эту штучку Она просто не очень удобная Ну, для таких вариантов Для рук есть еще отдельные открытые мусорки Ты ведь понимаешь, что я не только про руки говорил? Да, 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 да Но чего? Все равно должна мусорка быть закрытая В целях такой санитарии Диспенсеры тоже очень важно Вот видите здесь, например, разные модели диспенсеров Это флейм, торг, это не камильфойл Почему? Ну, обычно она... Ну, что у них экосистема? Они перекидывают салфетки будут по воздуху друг к другу Надо одинаковое, чтобы они были одинаковой формы Вкусовщина Да, это просто... Педантично Вот прямо в уборной педантично Пахнет, пахнет, что мы чувствуем? Ничего Ничего, не крали запах А хотя освежить и висит так-то Вот таково Значит, он либо закончился, либо его украли Такое тоже бывает, кстати Воруют, воруют, воруют Ну, немножко грязненько Ну, в целом, график Ну-ка, есть график Графика тоже нет Ну... Зачем тебе график? Ты в поезде, что ли? Из пяти ставлю я двойку А ты? Блин, нормально Какать есть куда? Есть Руки мыть есть куда? Есть Салфетки не валяются Не, ну, блин, ну это минимум четыре Тут еще и пахнет... Пахнет не ужасно Еще и вон какой-то декор есть Никому ничего не доказывай Просто делай Двойка Конечно, интерьер Интерьер это тоже важно Вот здесь он такой... Аутентичный Вот смотри У нас сейчас комната охотничьей веранды То есть я вспоминаю некую дачу То есть дача Типа вот ты находишься вот на этой вот На веранде Ну, камина-то в мажорных есть Но у нас камина не было, естественно, на веранде Но прям такая тоже Большие панорамные окна Только единственное Зимой у нас, конечно, на веранде было Дубео Холодео Замерзело А здесь теплело Да, слушай, здесь нормально Кстати, не дует из окон Но с точки зрения ресторанного эксперта и аудитора Я тебе скажу, что в этом есть проблема Вот эти вот все, конечно, красивые птицы копят в себе пыль, грязь И за таким декором требуется особый уход Их моют, может быть Химчистки Для того, чтобы правильно проверить ресторан, нужно, как ревизора, брать белую тряпочку И вот на декоре провести Вообще, чем больше декора в ресторане, тем проблемнее за ним ухаживать Ну, это факт Скажи мне, какие блюда мы будем обозревать? Нам надо специфичные Горячие, холодные, средние, теплые Нам надо чего? Чего? Идентичные ресторану я обычно выбираю Да Мы не будем играть, ты там веган, а я мясоед Нет, мы будем играть Я мясоед Знаешь, что? Я че, ты веган Мы будем играть, я злостный ресторан и критик, а ты народный А еду-то ты какую, это самое? Я, в общем, не знаю, почему Для того, чтобы у нас обзоры-то были более-менее, ну, как бы, правдивы Мы должны хотя бы позиции, чтобы были друг на друга, ну, то ли похожи Там, не знаю, найти идеальный цвет А мы друг у друга попробуем Ну, это понятно Ну, я говорю, состав у нас, че, наверное, салат нужно попробовать Салат горячее А че тут больше ничего? Ну, сух кто-нибудь, нужно, наверное, ест Рекомендовать какие-нибудь салаты О, все, давайте, фирменный салат Я буду как народный Салат с лосем Так, я с лосем С лосем Есть у нас такой Евгений Лос Вот сегодня попробуем просто лоси Если честно, меню очень большое Я думала, что здесь Шеф, мне сейчас я ехала, сказал Половина по-любому в стопе Нет в стопе? Вы уверены? В основном почти нет Так, подожди, ты должна угадать теперь, что в стопе А, смотри, как сапера сейчас будешь играть Сейчас так тыкнешь, не тыкнешь А у вас мои, вот я вас косу Мне косулю? Так, ну смысл косу? А, ты косу, косу Косу, я ось Так, горячее, горячее, горячее Ну, суп-то мой уж обед Обед тоже закончился Ну, не, давай ужинать, да Ужинать, пиво мы не пьем Хотя в следующий раз надо выпить Мы же-то Где-нибудь в барчике, когда пойдем снимать следующий подкаст Так, горячее, рыбное Блин, рыбу в охотничьем ресторане, мне кажется, есть грех Ну, поэтому ее мало Почему? Ну, охотники, нахуй Всего лишь две позиции Не рыбаки же Слушай, я не знаю, что это такое Ты знаешь, что такое? Особуко Особуко – это большой стейк, внутри кость Ну, не прямо стейк, это ножка Европейского оленя Да, и в центре кость Ну, вообще, мясо на кости считается самым сочным Из-за кости Давайте я собуко Я никогда в жизни этого, наверное, не пробовал Я собуко Тем более, это не просто собука Обычно собука-то она из говядины А здесь-то ведь из европейского оленя Ничего себе Вообще, хорошие обзоры не любят Да ладно Но когда ты говоришь, что все вкусно и все хорошо Все-таки, и чем это отличается От другого Людям не нравится В принципе, не верят Не верят Нет, не верят На самом деле, очень много заведений Где я говорю, что мне вкусно и мне хорошо Но люди думают сразу же, что меня купили Так логично А меня не купили Я вообще ни одного не делала обзора за день Так что тут у нас Вот как тебе? Так а я что, не пробовал У тебя вот косоль А на вид? Слушай, если честно Мне мое не так нравится, как твое Да? Потому что у тебя это завитые огурчики Какие тут маленькие яички Да это микрозелень Микрозелень А у меня тоже Горох Горох Типа есть, да? Ну не знаю, горох не горох Видимо Это горох А вот это, это картоха Картоха Вот это что, это яйцо? По-моему, пашотт Ну вообще, горох нонче не в тренде Почему? Ну потому что есть другая кута Микрозелень, которая чаще используется И она сейчас Горох это уже моветон Ого Это где? В молекулярной кухне подел? Ну это так бы шефы сказали На самом деле подача не очень Ну почему? Ну не очень красиво У тебя как вкусно Ее много с моей полной тарелкой Много, да Ну и посуда такая какая-то Мне не нравится Мне И вот тут какой-то, кстати, нут Слушай, посуда теплая Вот видишь, нам подойдет А нет, может она согрелась Ну в общем Ну вот эти вот все розочки Это все тоже времен СССР СССР? Ну давай Мне не нравится Так, ну-ка Давайте лучше косулю Косулю, мадреда А косуля интересная Даже подкопченая такая Косуля-то бегала Слушай, у меня тоже Тоже подкопченая Только я не могу Идентифицировать Чем лось особо отличается Давай так Ты у меня лосяст Висни Давай Меняемся Где лось-то? Куда брать-то? Короче, вот он, да Что-то типа такого У меня холодный Голище Ну вообще здесь просто Жирный такой соус И человек не отличит Лось это или говядина У меня лось больше нравится Ну да, он очень на говядине Похоже У тебя тоже на говядине Похоже У тебя еще и яйцо пашот Такое кривенькое Немножко Ты умеешь их Идентифицировать Ну смысл По вкусу И яйцо пашот Но яйцо пашот Тут нечего Здесь просто Есть красивое яйцо пашот Правильно приготовлено А здесь как-то Вот в пакете Подожди Подожди Вот это язык А, вот Вот косуля-то Вот это косуля-то Вот косуля-то А вот это что? Вяленый томат Наверное Пробой Вяленый томат Да Причем, по-моему, Сами его делали Ну и что? Да не знаю Я не нравится Слушай, мне вот Твое блюдо Вот вообще не нравится Нравится? Да Поэтому На тебе свое Ой, у тебя еще Какой-то там Вырви глаз Соленый огурец Старой бабкиной закалки О, ты, конечно, вообще Это же замечательно Ой, я его еще съела Ты все это закалки Я надеялась, что-то лось Короче, а это Где? А вот А это вырви глаз Огурец В общем, я ставлю оценку Я очень поняла Все в основном Решает соус Вот у тебя еще что-то Более такое У меня Ничего В салате Самое главное Это заправка Она соединяет Все ингредиенты Здесь Просто как будто Маслышком Чуть-чуть Ну, какой-то соевый Что ли Не знаю Ну, неинтересно Неинтересно Все Ну, в общем У меня этот самый Вот этот Так называемый лось Ну, просто В меню Свишка в чем Что есть Теплый салат Картофель Лесные Грибы Яйцо Пашот Яйцо Пашот Есть Грибы Есть Он теплый Теплый Салат Салат Лоси здесь я не обнаружил Но мне сказали Соответственно Он есть Ну, действительно Мясо есть Очень сильно похоже На классическое мясо Ну, вот Ну, такой экстравагантости Какой-то нет Причем у косули Экстравагантость Определенная балла И Исходя из всего этого В принципе За 495 рублей Это достаточно Сытное блюдо Причем Ну, как бы Если ты Чуть-чуть голоден Ты прямо салатом Вот этим теплым Не доелся Я Демократично Поставлю 4 балла Почему 4? Потому что Меня вау-эффекта В принципе Не удивило По подаче Вау-эффекта Не было По мясу Вау-эффекта Не было Просто Хорошо Это знаете Как в школе бывает Хорошо подготовился Хорошо получил А отлично Нужно уже блеснуть Вот если бы он мне Стих рассказывал Пока я его жевал Вот тогда Блестяще было Конечно А вот я Говорю, что Твой салат Губила тяжелая заправка В салате Должно быть вкус И все Отличить друг от друга Вкусы И подчеркнуть заправкой А здесь она Такая сливочная Маслянистая Здесь не поймешь Вкус Ни лося Хоть тебе там Я не знаю Медведя Северного Дорогой продукт Надо подчеркивать Дорогой продукт Нельзя глушить Как пицца с ананасами Нет Слушай, по-честному скажу Нам в общем тут сказали Ну типа На стойке Мы вам Как относились Типа Презент Я за рулем Как всегда Меня это бесит Ну и к тому же Я в принципе Не особо часто Не всегда предлагаю Выпить А я так хочу Тут смотрите Ты ведь понимаешь Для чего Кому Ну зачем Это было действие Так чтобы Нас задобрить С тобой Чтобы Сразу В фильме Горько Вот это Четко Сейчас все Придем Вот 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 Но У нас Получится так Что добрые Будут Операторы У них упадут В общем Следующее Действо Будет плохо Заснято Не стабилизировано Стрясящим Потому что Операторы Хлопнут сейчас На стоек Видишь Я распахнулась Слушай Вот мне Ребята Которые работают В общепите Сказали Одну интересную Тему Вот там Заведения Которые предлагают На бизнес Ланчи Просто скидку Они на самом деле Ну Долбанные Обманщики Они делают Порцию меньше Допы все Убирают Фактическая Стоимость Становится Ниже И они Еще Как бы сказать Все равно Чуть-чуть Дороже То есть Относительно Пропорции То есть Допустим Вот было 100% 100% Блюда стоило 400 рублей Они его Для бизнес Ланчи Снижают На 30% А сами По себе Снижают На 40 А то и на 50 То есть Они как бы Еще на этом Бизнес Ланчи Еще дороже Эту полблюда Продают И мне кажется Вот это Самое Паскудное Что можно С бизнес Ланчами Сделать Бизнес Ланч Это вообще Отдельная Тема Ресторанного Бизнеса Это прям Боль для Ресторанов Почему Потому что Бизнес Ланчи По сути Прибыли Вообще Никакой Не несут Так они Для другого Созданы Они созданы Для привлечения Клиентов Гостей А я знаю Другую версию Какую Вот Первое Ты говоришь Для привлечения Клиентов Гостей Для того У нас ПТК РФ Сколько Должен Работать Сотрудник Часов 12 Ну Выходит Что он Тебя Бесплатно Что ли Просидит Ты же не можешь Вот это бесплатное Время И у тебя Кухня Помещение Все просто Ты за это Все равно Уплачиваешь То есть у тебя Время В сутках Оно все равно Идет И тебе Хотя бы Хоть как-то Отбить Вот этот Кусок За который Ты уплачиваешь Свет Продукты Зарплату Сотрудников И вот этот Кусок Ты хотя бы Отбиваешь Бизнес А потом Он тебе Еще и Может и Клиенты Принести А вот Когда Тебе Блюдо Такое же Обрезают В половину Отключают Седоп И типа Пихают О том Что ты Бизнес Прикинь То есть ты Берешь Цезарь Он на бизнес Херовый И ты Такой думаешь Значит А ты Думаешь Что это Основное Блюдо Ты думаешь Значит Всегда У них Даже В обычное Время А когда Наступает Время Конца Бизнес Ланчей Вдруг Цезарь Превращается Опять Во вкусный Нормальный Ну это Вообще Паршиво На мой Ну на самом деле Рестораны Очень сложно Работать С бизнес Ланчем Вроде как И проще Сделать Просто скидку На все Меню Но людей Не заманишь На самом деле Лучший вариант Делать отдельное Меню Для бизнес Ланчей И не мешать Его с основным Меню Чтобы вот такого Как ты говоришь Не возникало Но ресторан На этом вообще Практически Не зарабатывают А часто И в минуты Да конечно Логично Ну суть еще Бизнес Ланчей Чтобы завлечь Народ на вечер Рассказать Каких-то мероприятиях Пригласить Туда Сюда Тонкая Такая работа С бизнес Ланчами Ну а как ты думаешь Они должны быть В заведениях Да В центровых Обязательно Здесь очень тонкая Работа шеф-повара Должна быть Чтобы Сочетались продукты Ни другие Ни затарка Много что Так Слушай Ну что Подача Как-то Это уже свекла Какая-то Пудра из свеклы Пудра из свеклы Это там Меню на мясо Медведя И к нему Полагается Настойка Так Медведь Полагается Мне Да понимаешь Полагается Ну так Кто ты Заворотник Это потому что Чтобы я хорошо Говорила Ну Ты шеф-сепьер Меня подкупают Поэтому у тебя Вон еще Так Соус Медведь Слушайте Ну что тут у меня Слушай Сначала У тебя красиво Слушай Ну согласен Мне кажется У меня красивее Чем у тебя Да Почему-то Мне не повезло Я как-то Блюдо выбираю Похоже Более Класс На чем ты Так У меня Просто А у тебя ось Руссконародно С хреновухой С картошечкой Сукручкой Ты заметь Мои Видишь тут ось У тебя Еще У меня тут Медведь Где лось Где лось Вот у тебя ось Лосина У меня медведь Фанданом Фланом У меня особая любовь С ресторанного бизнеса Я их люблю Только не горький Не горький Ставлю 4 4 ставлю 4 Это лучше Да 4 Потому что он вкусный Ну Было бы Было бы 5 Если бы какая-то была Интересная подача Конечно Так Отвой Штрудель Фигня Я бы никогда себе Такое не заказал Вообще не мужское Это Жиденькое все Для девочки Отрежь мне кусочек Легко сказать Ладно Давай Руками тогда Как ты там Показывал Я так тоже Бывает Кстати Делаю Слушай У меня вот это Из-за развалюхи Это как в фильме Красотка Я могу Вот тоже так Слушай Вот эти все Леди вообще Вот это все Леди Леди Это Юлия Тихомирова Тема Так Леди Ну что Блюдя Людя Хороший В меру Специи Корицы Вот я что-то Не наблел Что этот самый Я ел Штрудель Во-первых Я ел Более мягкий Менее Разваливающийся И более Интересный То есть Смотри С мороженкой Пойдет Ну так Леди Я не Леди Значит Ярославская Леди Не для тебя Не для меня Так Ну-ка Ну-ка Рушен Рашен Ну-ка С орехом Нормальная Такая С орехом С орехом Да Мне кажется Там мороженка Вроде внутри Мороженка Вкусная Ну смотри Мороженка Как Обычно Что говорят Если быстро тает Значит натуральная Правильно или нет Она быстро Тает Не фах Слушай какая Для меня Мороженка Самая вкусная Была Макдональдзе Оно было Сливочное Сливочное Блин Что-то я расстроился Что же Вот попробуй сейчас Просто мороженое Без всего Попробовала Тут сливок мало Оно Не очень Насыщенное Короче Ты чувствуешь Что у него Структура Как будто бы На комочке Разбивается Как будто Знаешь Вот раньше Были эти С мороженой Смеси Которые Нужно было Замешать Холодос Поставить Будем Оно Оп И вот там Тоже оно Было Кристаллическо Структурировано Вот здесь Что-то такое Жира мало Жирность Мороженого Ну Соответственно Из чего Его делали Ну что Наелась Наелась Ну естественно Наелась В общем На самом деле Наелся и я Конечно же Наелся Но тут Надо понимать Что у меня Например Мой Средничек Мои Мои Блюд Вышел Где-то На 2 200 Твой Вышел И поменьше Твой Вышел Где-то На 1500 Это мы Еще не Бухали Ну это Но смотри Мы себе В блюдах Особо не Отказывали То есть Мы Выбрали Эксклюзив Мы взяли Действительно Эксклюзивное Блюдо Поэтому Можно Сказать Что По нашим Ценам Средничек Мерить Сложновато Слушай Сразу Я отмечу От себя Пойду По интерьеру И ты Если что Соглашайся Не соглашайся Интерьер Из различных Зон Мне нравится Как будто бы Разные комнаты И такая Знаете У меня Ностальгия По дачным Временам Знаешь Когда еще В ссылку На дачу Меня отправляли Красавец И баня И баня Да Чувствуется Охотничья символика Ну Конечно Для антуража Вообще Очень классно И круто Не очень хорошо Здесь с интернетом Ну Что ж поделаешь Ничего страшного Я думаю Страшно Думаешь Я ни одну сторис Не выпустила Интернет Вообще Сейчас Святое Нет Есть конечно Специфические Кафе Которые Пропагандируют Без интернета Но я бы Сошла с ума Смотри Столы Видно Что достаточно Заморочистые То есть Это И не шатаются Я так люблю Не шатаются Столы Сидеть мне было Все это время Удобно Хоть я сначала Думал Что столик Такой себе Будет Но он С подушкой Жар убавили Ничего Самостоятельно Убрали мы Жар Но сначала Было очень жарко Мы тут Сами Регулировали Похозяйничали Да Но если бы мы Не знали Как это дело Ну С этим была бы Наверное Все таки Бедишка Все Я могу Изумировать Что По антуражу Наверное Слушай Я все таки Буду тоже Использовать Твое критерие Оценки 5 баллов Но я буду Еще половине Поэтому Я наверное Поставлю Ресторан 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 Тогда Три с половиной Извините Все таки Кафе и ресторан Должны быть Разный личный формат Мотивирую Почему Все Неплохо Достаточно Устало Вот особенно Если посмотреть На двери Устало Древнее Подзашоркалось Подзашоркалось Немножко Можно ли брендинг И косметику Но в целом Сама тематика Она интересная Если бы она была Не уставшая То это точно Будет 4 с половиной Но в целом Из-за того Что уставшая Все таки вопрос Как бы ты по внешке Сказала А у меня Как у ресторанного Критика Все просто Так Захочу я сюда Вернуться еще Или не захочу Я наверное Все таки Не захочу Выберу какое-то Другое Почему Ну потому что Это наверное Больше Но если меня Спросит мужчина Какой-нибудь Наталья Что бы мне Посоветуй Я если Это чисто Мужская Такая компания Я ей Посоветую Но я Как девочка Ну не женское Это место Не женское И вай-фай Не работает Ребята Это вообще Да Не же А вот для мужиков Подойдет Вот посидеть Выпить Настойчик Медведем Закусить Вот так Я бы сказала Там все у них Спеть можно В другом-то Да Спеть и караоке Может какой-то Кстати формат Банкета провести Вообще тоже Неплохо Давай теперь Все-таки По еде Сделаем заключение Ты больше Экспертная Начни Что я скажу По еде Как эксперт Я оцениваю Вкус Текстуры Подачу Ну конечно же Если в целом Оценивать Это меня не очень Восновило Текстур Мало Сочетаний Текстур Хотя вроде И тут пюре У тебя было Музы Ну не Это не то Не современно Сейчас Вот этот горох Древний Поэтому здесь Не очень Хорошо Все с этим делом По вкусу Тоже обычно Не удивило Ну подожди Ну тут было Необычное мясо Когда я ела Необычное мясо Медведя Когда ты ела Чтоб такого Прямо Вау Какие-то Интересные Сочетания вкусов Кислинка Горчинка Сладость Тоже нет Такого Тоже Слабовато Слабовато Ну и конечно же Подача Тоже Посуда Такая Вот эти вот Все 300 Тарелочек Не моя Не моя Тима Ну Даже Может Сгладив Держите Для оценки Поставь Сначала За это За внешку И вот За еду Вкус Так Тройка Ладно Тройка Тройка Ну за Это Замедвение За косуль За все Олей Оленя Скакал Прежде Сюда На кухню Мы поедем Мы помчимся Да Текстура Двойки Даже Вот У тебя Мус Был Не до Мус Слишком Жидкий Двойка И Подача Наверное Все-таки Один Тут Можно Было По-другому Так Общих Давай Общих Два С половиной Два С половиной То есть Не за Это Только Из-за Того Глухаря Из-за Того Значит У меня Внешка Как я уже Сказал Три С половиной Ну Я же Мужик Поэтому Такая Штука По Блюдам Вообще Очень Много Экстравагантных Блюд Которых Можно В том числе И по-блогерски Написать Еу-еу-медведя Я еу-косуля Но С точки Зарения Сюжета Да С точки Зарения Цены Про медведя Это Просто Ну Космос Это Достаточно Дорогая Штука Допустим Десерт Меня Не очень Сильно Удивил Сколько Они Кстати Самые Недорогие Слушай 265 Ну Да Он Реально Недорогие По салату Салат В общем Короче Здесь Не особо Дорого Достаточно Интересно По вкусам Ну То есть Действительно На один раз Ты правильно Сказала Что ты Вот Разочек Сходил Ты попробовал Это все Ну Скорее Всего Ну Навряд Ли В этом Деле Вернешься Да Пойдем Еще раз Навряд Ли Да Ну Поэтому Со всем Этим Ну Если Честно Мне Реально Не Салат Не Впечатлил Что Мясные Блюда Не Впечатлили Особенно С точки Зарения Может быть Цены Но Я Поставлю Более Хорошую Я считаю Что Они Наудовлетворительно Справились Так Ну Что Давай Резюмируем Общий Эффект Кому Мы Рекомендуем Вот И Я Сказала Придем Ли Мы Повторно Да Тогда Я Скажу Да Действительно Это Мужикам Это Не Женская Штука Но Кроме Женщин Которые Приехали В Ярославль Инстаграм Инстаграм Благарыни Вот Благарыни Приехали Этих Благарыни Медведя Им показать Местца Им показать Потому что Знаешь У нас Ярославль Это Сердце Русской Души И В рамках Сердца Русской Души Ты Конечно Должен Познакомиться И с Русской Кухней В том Часле Русская Кухня С Дичью Дичь Вообще Это Дичь А где У нас Дичь Да Кого Только Здесь Дичь В ресторанах Разве Дичь Нет Ну А где Особо Дичь А где Дичь Ну А где Скажи Ты же Сторонный Эксперт А я Не знаю Где У нас Дичь А мне Кажется Нет Нигде Ну Либо Очень Мало Позиций В Миле Какой То Там Блок Иван Васильевич Наверное Есть Какая Но Тоже Наверное Мужикам Чисто С мясом С настойками Вот так Вот посидеть Вообще Огонь Ну И может Быть Каких Для Корпоративных Мероприятий Тоже Очень Неплохо Подойдет Да Грузди Грузочки Малосольные Огурочки Причем Знаешь Для Корпоративных Мероприятий Где не так Много Молодых Секух Которые Вот Нужно Чтобы Люди Умели За столом Сидеть Общаться Разговаривать Мы заметили Что здесь Свой контингент Сидит Очень Взрослый Кому За Кому За Да 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 А теперь Небольшой Интерактивчик Который Придумала Наталья Да Что Ну А нам Подписчики Должны Сказать Куда Бы Нас Послать Отгадать Послать Нет Давай лучше Куда они Нас пошлют Отгадать Или послать А пошлют Так они Нас Куда Нас Пошлют Ну В общем Можете Посылать Нас Какое-то Из Известных И неизвестных Мест Ну А сами Мы пойдем Скорее всего В одно Но если Будет большое Количество Мнений Мы обязательно Их рассмотрим Ну Поэтому Пишите Спамьте Как можно Больше мест Возможно Окажемся Именно в них Будет В неприличные места Пойдем Обязательно Поэтому Те Кто Застали Клубную молодость Пишите Ёбарь 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 Что Хоть я там Не была Тыщи Он закрылся Дверь в себя А Теперь открылся С новым брендингом В общем Да Все Все Данила Наталья Было интересно Это мой первый опыт Я у тебя первый С кем-то обозревать совместно Отлично Да Первый Надеюсь не последний Ну слушай А уже На втором свидании Вы узнаете Какой кошмар Клубам и сына Тусикам Обязательно Я очень приличный человек Подожди Это уже будет для меня комплимент Если после первого раза Тебе понравится Пойдем уже медведем Сфоткаемся А все Пошли Кстати Мне надо медведя еще подснять Все Давайте Всем добра